Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Павел Танин и в этом выпуске. Испытание холодом. В Якутске приземлился самый крупный самолет в мире с разобранными вертолетами на борту. Эвакуировались все на руднике интернациональной. В Мирном произошло возгорание. Снизить затраты на проживание в Якутске родители с детьми, которым необходимо лечение столицы, смогут арендовать жилье по льготной цене. Самый габаритный самолет в мире приземлился сегодня в аэропорту Якутска. На борту легендарного авиатяжеловеса новые вертолеты. Пока они в разобранном виде. После сборки машины отправят в районный аэродром, где вместе с летчиками-испытателями они будут ожидать 50-градусных морозов. Именно чтобы пройти испытание холодом, вертолеты и привезли в республику прямо с завода. Новую технику собирали в Улан-Удэ и Казани. Сертификацию она получила в прошлом году. Тогда же началось серийное производство. Ну а доставивший ценный грузборд Ан-124 «Руслан» является самым большим серийным грузовым самолетом в мире. На руднике «Интернациональный» в Мирном на 790-м горизонте сегодня утром произошло возгорание. Рабочие самостоятельно эвакуировались из шахты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике. Возгорание в районе конвейерного штрека произошло в результате короткого замыкания электропроводки буровой машины. Его потушили до прибытия военизированной горно-спасательной части МЧС России, говорится в сообщении. Работа шахты возобновится после работы комиссии по выявлению причины короткого замыкания. Менее затратным станет жителям региона проживание в Якутске во время лечения ребенка. Семьи с детьми могут снять недорогое жилье. Прием заявок на льготную аренду жилья доступен на портале e-yakutia.ru. Кто и как может подать заявку, расскажет Сарглана Федорова. Воспитание ребенка с инвалидностью сопряжено с большими затратами. Семьи из улусов, приезжая в столицу на очередное обследование, зачастую сталкиваются с проблемой жилья. Теперь у них появилась возможность снять жилье со скидкой. В аренду по льготной стоимости сдают новостройки на Каландрашвили 25А и на Богдана Чижика 31. В девятиэтажном доме по Каландрашвили в аренду сдают сразу несколько квартир. Все они полностью мебелированы. В этом доме по льготной стоимости сдаются в аренду 9 квартир. Если аренда однокомнатной квартиры стоит 20-25 тысяч, то для таких семей по льготе будет 14 тысяч. Плюс жильцы оплачивают за свет, воду и газ. Стоимость двухкомнатной 16 тысяч и трехкомнатной 20 тысяч рублей. Сюда входит стоимость жилищно-коммунальных услуг, кроме счетчиков. Все 37 квартир мы пока предварительно планируем сдавать по льготной стоимости. Цена льготной стоимости будет уже фиксироваться на завершающих этапах. То есть после приобретения мебели бытовой техники мы подобьемся этой стоимости. Желающим подать заявку необходимо иметь подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации. Зарегистрироваться в ВИСЯ можно на портале иякутия.ру или госуслуги.ру. Затем подтвердить свою учетную запись в любом из центров обслуживания, адреса которых доступны на портале. То есть вы можете обратиться либо в пенсионный фонд, либо в МФЦ, либо же к нам в Министерство связи. Либо если вы находитесь вне города Якутска, в районе, то там по большей части есть скорее всего в администрациях муниципальных образований. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте портала. В ближайшие дни Минстрой рассмотрит все полученные заявки. После этого ипотечное агентство заключит договор найма. И арендаторы смогут получить ключи от квартир. Следующий прием заявок планируют провести уже в феврале. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Василий Слепцов, НВК САХА, Якутск. Зимники в Среднеколымском районе пробьют к 20 января. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергей Владимиров. Зимники по направлению Якутск-Среднеколымск уже открыты. На данный момент идет наращивание грузоподъемности на муниципальных дорогах. По всем направлениям начала работу дорожная техника. На каждой дороге задействовано по 3-4 единицы. Планируется открыть зимники к 20 января. Напомним, что в начале прошлого года в Среднеколымском районе сложилась сложная погодная ситуация в связи с выпадением осадков в 4-5 раз превышающих норму. Поэтому зимники тогда открыли в поздние сроки. В этом году ситуация идет по намеченным графикам. Амгинские школьники сегодня не учатся. В селе объявлен актированный день для учащихся с 1 по 8 классы. Температура воздуха там сегодня опустилась до минус 48 градусов. До минус 51 упала температура в Кресхельджае. Там также объявлен актированный день для учащихся с 1 по 8 классы. В Аймеконе сегодня минус 50, но занятия в школах идут. Актированные дни там объявляют при более низких температурах. А в столице республики по состоянию на 7 часов утра температура воздуха составила минус 42 градуса. Занятия в школах не отменяются. Кладовая Алекмы планируют увеличить на до и в 2018 году. В ушедшем 2017 только одна из доярок поставила личный рекорд – 4 тонны. В будущем такую цифру в компании хотят сделать общим результатом. Помочь в этом может и новый коровник. Подробнее об этом далее. Просторный комплекс на 240 голов. Много места, тепло и светло. Ранее только в России видел, как оно должно быть. Когда сам ездил участвовать в конкурсе, рассказывает Дмитрий. Ездил на России, когда я видел ее. Я завидовал. Белые зависти, что я видел. Так работаю в таких условиях. И теперь наконец-то и мы дождались в таких условиях. В Амгине на Алекминском отделении есть свои рекорды. Бояркина Людмила Викторовна. Это наш заслуженный работник. Надоела она на одну сураженную корову 4 тонны молока. У нее план годовой стоял 95 тонн. Это почти 100 тонн она надоела молока. В целом по предприятию за 2017 год надоели 558 тонн. И ведь это результат полученный людьми, которые работали еще в старом коровнике. У кладовой Алекмы большие перспективы. В первую очередь увеличим кормовую базу. В ней, а точнее в кормах, залог высоких удоев, отметил Николай Александрович. Есть идеи и есть реальные возможности. В Архангельске удоев от 6 до 9 тонн с одной пражной коровы. Мы хотим достичь таких условий. В следующем году планку поставили скромную. Это я так уже говорил, 4 тонны. В Якутии сегодня проходят рейды по выявлению незаконных пассажирских перевозок. Только за текущий год в Якутии произошло более 20 ДТП с участием таксистов. Половина из них это нелегальные перевозчики, которые осуществляют свою деятельность без соответствующих документов и с нарушением правил дорожного движения. Сегодня проверяется у нас по заказным перевозкам межгород, межмуниципальные перевозки пассажиров с нарушением транспортного законодательства. Это без оформления путевого листа, непрохождение медика, предрейсово-медицинского осмотра, предрейсово-технического осмотра. Оснащение транспортного средства проверяется на наличии огнетушителей и соответствующей документации транспортного средства. Также это, конечно, смотрится попутно. Наличие тахографа обязательно. Это потому что транспортное средство категории Д, наличие тахографа на нем обязательно при коммерческой перевозке пассажиров. Малыши поселка Тасюря готовятся к новоселью. В селе завершилось строительство детского сада. На протяжении нескольких лет дошколятам приходилось заниматься в здании школы. Качество работы строителей и условия, созданные для малышей, оценили наши коллеги. С днем рождения детский сад. Этих радостных слов жители Тасюряха ждали 50 лет. Поэтому появление такого здания восприняли как новогоднее чудо. Обошелся такой подарок в 49 миллионов рублей. Районный бюджет поддержали акционерная компания «Лроса» и предприятие «Тасюрях» нефтегазодобыча. На возведение объекта подрядчикам потребовалось два года. Я считаю, что мы все вместе, администрация района, акционерная компания «Лроса», ООО «Тюнгд», ООО «РНГ» сделали сегодня прекрасный новогодний подарок для жителей села Тасюрях, особенно его юным жителям. То, что все-таки мы построили здесь новый детский сад на 50 мест. И вот новый детский сад готов к приему малышей. Мебель расставлена, штат воспитателей и педагогов укомплектован. Даже территория уже благоустроена. Построено по технологии ЛСТК. Это означает оцинкованный каркас из оцинкованных гнутых профилей и обшитый сэндвич-панелями. Диск сад получился очень теплый и по проекту очень высокий. Потолки около 4 метров. 700 квадратных метров счастья. Здесь расположились две группы, спортивный зал с современным инвентарем и гордость дошкольного утверждения «Медицинский блок». Все мы, родители, дети, работники детского сада, очень ждали вот этот долгожданный день. И мы все очень рады. А в новом здании будут развиваться все малыши села. В том, что они будут жить в тепле и безопасности, никто не сомневается. Августа Степанова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». А в Аймеконской центральной районной больнице появилась новая машина скорой помощи. Населенные пункты в районе расположены на большом расстоянии друг от друга, поэтому от надежности машины зачастую зависит жизнь больного. Подробнее о новой машине расскажут наши корреспонденты. Николай Московкин возник водителем скорой уже 9 лет и повидал всякое. Про машину говорит немногословно. Машина хорошая, ничего, в принципе, не ломалось вроде. Доехали без поломок всяких. Нормально. Новый специализированный полноприводный автомобиль в северном исполнении оснащен самым необходимым оборудованием. Машина усовершенствована по всем стандартам. Больному можно оказывать помощь по ходу транспортировки. Находится датчик кислорода, находится у нас здесь кардиограф, находится дефибриллятор, то есть можно оказывать реанимационные мероприятия. В машине присутствует все медицинское оборудование, предназначенное для скорой неотложной помощи. Машину еще необходимо поставить на учет, и только после этого начнутся трудовые будни нового автомобиля. Очень радует, что в конце 2017 года мы к Новому году получили такой подарок от Минздрава Республики Сахара-Якутия в виде машины скорой медицинской помощи класса «Б». Машина приобретена за счет федеральных средств, по федеральной программе, распоряжением правительства. В России были распределены машины между субъектами, а уже решением Минздрава одна из машин распределена в наш район. В ежедневном режиме, конечно, она работать не будет, потому что оборудование там дорогостоящее, а именно для оказания тяжелым больным улицинской помощи. Пусть у всех работников скорой будет меньше работы, и пусть как можно реже звучит на улицах поселка тревожный сигнал. Светлана Артемова, Павел Комин, Минкосово, УСНР. А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. Новые российские вертолеты испытают в Якутии. Воздушные машины сегодня доставили в столицу региона. Где пройдут испытания и почему проводить их решили именно в республике. В Среднеколымском районе заканчиваются запасы топлива. Для его доставки зимники откроют в более ранние сроки. Сейчас на дорогах идет работа по обустройству. Молодежь Олегминского района выбирает работу в сельском хозяйстве. Двое новых сотрудников устроились в кладовую Олегмы. Как они справляются со своими обязанностями? К этому часу у нас все о развитии событий. Узнайте из следующих выпусков. Хорошего вам дня и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова